Всем привет, меня зовут Сергей и я снова с вами. Сегодня будет токарка, но без токарного станка, потому что у меня его нет. Но меня конечно же это не остановит и поэтому предлагаю сразу в бой. Если вы смотрели мое предыдущее видео про изготовление подставки для телефона с шахматной тематикой, то я обещал, что мы с вами сделаем шахматные фигурки, для которых в качестве материала будут использованы прутки из латуни и дюрали. А вот чтобы выполнить операцию токарным способом с применением фрезера, понадобится немного фантазии и токарные резцы. На Алиэкспресс я приобрел два резца с комплектами сменных пластин, проходной и отрезной. Ссылки на резцы я оставлю в описании. Сразу скажу, предварительные эксперименты с отрезным резцом прошли неудачно и пока я его использовать не буду. Мой самодельный фрезерный станок совсем не похож на токарный, но думаю, что достаточно поменять угол зрения и сменить точки отсчета. Правда ведь так уже лучше? Идея состоит в том, что резец должен быть неподвижным, а вращающаяся заготовка будет перемещаться в пространстве. И так уж совпало, что диаметр заготовок 6 мм, точно такой же как у цанги шпинделя. Соответственно я просто зажму заготовку в цангу. Но перед тем как продолжить, мне нужно решить две задачи. Первая, учитывая, что токарный резец у меня один, проходной, мне нужно каким-то образом отрезать изделие. И я подумал, что можно изменить угол установки резца, чтобы одна грань была параллельна плоскости стола. Вторая задача, это подготовка управляющей программы. Здесь я решил сымпровизировать, показать вам как можно на коленке, используя всеми любимый Vectric Aspire или Artcam, сделать это практически ручным способом. Считайте, что это просто эксперимент из спортивного интереса. Первую задачу я решил так. Сделал еще две державки с углами установки резцов плюс 17,5 и минус 17,5 градусов. Одна конфигурация понадобится для отрезания фигурок, а вторая для ладьи, у которой макушка будет плоская. Кроме того, фрезеровку я планирую делать так, чтобы не переустанавливать резцы в процессе работы, и изготовил резцедержку сразу на три резца. Выполнив одну операцию, я буду переключаться в другую систему координат и выполнять следующую. Если вкратце, то мне необходимо будет задать три системы координат относительно координат машинных или механических. Это будут системы, вызываемые кодами G54, G55 и G56. Перед тем, как начать работу, мне нужно будет произвести их настройку, которая выполняется специальной командой с заданием параметров смещения по каждой оси. Для удобства я обнулю машинные координаты рядом с точкой выполнения первой операции, и эта точка будет совпадать с нулем рабочей системы координат G54 по координатам Y и Z, а вот X будет смещен почти на половину диаметра заготовки. Еще раз повторюсь, просто мне так удобнее. Далее проведу манипуляции задания нулевых точек для других систем, в которых планирую работать. Со второй задачей немного сложнее, управляющие программы буду готовить вручную, поэтому придется немного порисовать. Для начала я нарисовал все фигуры, кроме коня, с ним я разберусь немного позже. А дальше на примере пешки покажу, как готовил траекторию движения для станка. Первым делом я разместил половинку пешки так, как мне удобно. Предполагаю, что резец будет двигаться примерно так. Сразу скажу, что у применяемых резцов режущее острие имеет радиус скругления 0,2 мм, а следовательно необходимо учесть это смещение при подготовке траектории. Для этого я сделаю еще один вектор, отстоящий от нашего контура на 0,2 мм. Это будет траектория чистового прохода. Следом добавлю границы черновых проходов смещением получившегося вектора еще на 0,1 мм. То есть после черновых проходов останется снять по чистовой траектории всего лишь одну десятку на радиус. Чтобы нарисовать траектории перемещения резца для черновой обработки, я создам прямоугольник и методом смещения на 0,2 мм создам множество линий. Думаю, что это можно сделать как-то более эффективно, но такое решение первое, что пришло в голову. После этого я удалю все ненужные линии. Теперь с этим полуфабрикатом можно работать. Мне необходимо получить траекторию змейкой, чтобы резец постепенно снимал по 0,2 мм, дойдя до контура, ограничивающего черновые проходы. Думаю, что мои действия вполне понятны. Для того, чтобы создать первую траекторию движения, необходимо объединить незамкнутые векторы и обязательно проверить, где на траектории находится начальная точка. Если не там, где надо, то нужно это исправить и задать ее. Для создания траектории я воспользуюсь стратегией обработки 2D профиля по контуру с движением режущего инструмента вдоль вектора. Не забываем, что режущее острие имеет радиус 0,2 мм и соответственно используем инструмент с диаметром 0,4 мм. Хотя на самом деле это не важно и пригодится только для симуляции. К оставшимся черновым траекториям применю тот же подход, а затем объединю все черновые траектории в одну. Кстати, подводы и отводы инструмента я тоже отрисовываю в рукопашную, чтобы не было сюрпризов. А далее рассчитываю траекторию черновой обработки уже целиком. Для симуляции я еще раз пересчитываю траекторию, но уже с заглублением на одну десятую, чтобы можно было визуально увидеть результат. После этого сделаем траекторию для чистового прохода, добавив контуру подводы и отводы. Для проверки в симуляции тоже делаю заглубление одну десятку. Отрезать фигурки от заготовки я буду проходным резцом. Движения будут аналогичными, змейкой. Кстати, забыл сказать, что перед расчетами нужно не забыть установить домашнюю позицию для отвода инструмента. По умолчанию это координаты X0, Y0, но я например отвожу резец на 4 мм по оси X, чуть дальше внешней поверхности заготовки. После того, как управляющие программы готовы, я их сохраняю и провожу небольшие корректировки G-кода вручную. В чем они заключаются? Нужно убрать лишние команды, касающиеся перемещений по оси Z, которая в нашем случае использоваться не будет. И еще нужно не забыть в управляющих программах проставить рабочую систему координат. Для основных операций это по умолчанию G54, но для отрезания, например, это уже G56. Эти коды нужно вызывать в начале управляющей программы. Учитывая, что моделирование и создание управляющих программ осуществляется по плоскости X, Y, а заготовка относительно резцов будет перемещаться в станочной плоскости X, Z, то придется пойти на хитрость и переобозначить оси станка. Я использую Linux CNC, и здесь можно просто задать дополнительную конфигурацию станка, настроив оси как мне нужно. Я сделал так, чтобы ось Y стала осью Z, а ось Z стала осью Y. Все, скучная часть закончена, и приступаем к испытаниям. Для начала я установлю резцедержку на подкладку из обрезков МДФ. Закреплю этот брусочек в произвольном месте, а после этого сделаю углубление, чтобы резцедержка уперлась в его грань длинной стороной. Фиксирую обычными саморезами. Кстати резцы я заранее выставил так, чтобы вылеты режущего острия каждого из них выступали на одинаковую величину. А теперь можно вставить в станговый зажим шпинделя латунную заготовку. Но перед тем, как начать эксперимент, я задам нулевые точки для каждого резца. Для этого я использую команду G10, которая позволяет изменять данные координатной системы. Для нашего случая нужно выполнить ее с параметром L2. Ну и наконец-то долгожданная токарка. Первая операция выполняется в базовой системе координат, вызываемой кодом G54. Скорость воспроизведения, как вы понимаете, я немного увеличил. Продолжение следует... После того, как основа фигуры готова, переезжаем в третью систему координат, вызвав в начале управляющей программы код G56. Резец в этой системе я использую для отрезания. Специально не дорезаю до конца, чтобы фигурка никуда не улетела. Ну что, первый блин, как говорится, пешка. Учитывая, что все прошло как задумано, можно порезать заготовки и продолжить токарить. Я, конечно, мог и вручную напилить, но почему-то на ленточной пиле это делается немного быстрее. Заготовки я сделал длиной по 75 мм. Посчитал, что это оптимальный размер. Конечно же, я не буду показывать, как делаю все фигуры, но думаю, нужно показать, как режется дюраль. И из нее сделаем ферзя. Стружка удюрали менее ломкая, и это слегка напрягает. Приходится постоянно убирать ее пинцетом, чтобы не наматывало. Ну вот, фигурки почти готовы. И уже образовалась порядочно так стружки. Ей, наверное, можно сковородки от ногара оттирать. Теперь предстоит еще более тонкая работа. В дне фигур я буду делать выборки, чтобы вклеить миниатюрные магниты. Задача, конечно, вполне обычная, но для нее пришлось сделать импровизированные мини-тиски. Зажим осуществляется за счет закручивания винта с потайной головкой, которую он сдвигает губку и прижимает заготовку. Фиксирующий болт нужен, чтобы губка при затягивании не поднималась. Диаметр выборки всего 4 мм, а глубина 1 мм. Толщина стенки у фигуры остается всего лишь 0,5 мм. Примерка магнита прошла успешно. Остальные фигуры фрезерую таким же образом. А теперь хочу показать, как я делал коня. Сначала сделал токарным способом вот такие заготовки, а затем осуществил фрезеровку, придав заготовке окончательно лошадиный вид. Конь вышел немного абстрактным, но очертания вполне узнаваемые. Выхожу на финишную прямую и осталось совсем чуть-чуть. Клеить магниты. Буду применять всеми любимый суперклей в виде геля. Процесс не хитрый, но требующий внимания, чтобы не перепутать полюса магнитов и не допустить катастрофы. Так как вклеенный магнит обратно вытащить почти нереально. Вот собственный результат. Все фигуры держатся отлично, при небольшой тряске не разлетятся. Кому понравилось, не забудьте поставить палец вверх и подписаться, если вы еще не подписаны. А на сегодня у меня все. Всем спасибо и до новых экспериментов.